вот понимаете очень интересная какая вещь что во всем есть разные разные возможности у каждого человека и и 70 лицу торы например есть такое знаменито выражение что я 70 лицу торы и значит но youtube сегодня у нас не будет трансляции потому что был не заряжен нет энергии нет жизни представляете какая метафора все что с нами происходит это сигнал от всевышнего нет энергии вот сел айпад у меня не будет трансляции в ютюбе потому что две причины как бы явно есть причина явная причина не заряженный ipad правильно это явная причина это первое как бы то что сразу видно а вторая причина какая что я не подумал о том что нужно было с утра подключить ipad зарядки это более глубокая причина обычно человек не видит глубоких причин он видит мир одномерно а тора нас учит заглядывать заглядывать поглубже заглядывать поглубже и видеть видеть причина следственной связи видите как бы духовные причины во всем что происходит и духовная причина в том что айпад что сегодня на ютюбе нет трансляции это то что я не зарядил ipad вот мне надо над этим подумать будет после урока на тем что нужно быть более предусмотрительным хорошо но так как тора нас учит никак не хранить все яйца в одной корзине да это тоже одна из главных таких уроков важных уроков тоже не главных а важных у нас есть слава богу для трансляции facebook и телеграм все сегодня недельная глава которую мы изучаем перед шаббатом и заканчиваем ее кстати интересно что за границей читают глава насо а в израиле читают главу болотка так иногда бывает потому что в израиле праздники празднуют один день а за границей удваивается два поэтому я буду говорить про главу болотка которую читают в израиле значит началось с того что глава началась с того что говорилось нам правом про минору что да есть минора и и зажигают священники минора символизирует свет торы знания торы на шаббат кстати тот то оливковое масло зажигает шаббатные свечи то есть такая сгула сгула это как такой как лайфхак что-то зажигает оливковое масло у того будет и знание торы и дети вы будут любить учить тору поэтому если есть возможность зажигайте шаббатные свечи именно на оливковое масло дальше говорится про левитов и левиты это священники в народе израиля о том как их подготовить к служению то есть чем ты более святой тем больше на тебя наложено обязанности тем более ты должен быть осторожным в своем служении то есть тот кто тянется к святости и ко всевышнему должен быть готов к тому что чем больше ты освещаешься святость осветиться становишься святой тем больше ты на святу то есть тем больше всевышний тебя видит дальше нам рассказали о том как как народ израиля он значит снялся со стоянки снялся со стоянки как в которой они стояли год без без десяти дней они получили тору и стояли возле горы синаи стояли на стоянки и почему они там так долго стояли помните конечно же все я уверен что вы помните потому что маша рабы но когда поднялся получать тору он 40 дней был на горе потом когда он спустился они сделали золотого тельца бог хотел их уничтожить маша рабы но поднялся еще раз на гору на 40 дней и просил чтобы всевышний простил и грести народ всевышний простил и грести народ потом маша рабы на 5 поднялся на 40 дней на гору чтобы получить вторые скрижали и через 40 дней он спустился получил вторые скрижали уже у нас есть 120 дней и дальше они стояли потом они построили передвижной храм мешкан они построили это там же было его нужно было построить его нужно было запустить все нужно было сделать предметы для вот этого передвижного храма и потом когда они уже были готовы значит всевышний сказал все идем в землю израиля поднялся вот этот вот облачный столб огненный столб ночью и они отправились в путь вот мы до этого дошли дальше был такой коротенький момент который очень важный тоже был в этой главе это глава такая очень принципиальная и даже говорят что в этой главе внутри болотка есть отдельная книга торы то есть на самом деле что есть не получается не пять некоторые а 7 потому что внутри внутри получается книги ваик бамидвар есть еще одна книга получается до бамидвар до этой одной книги потом одна книга из бамидура превращается в три книги 3 плюс 4 7 некоторые есть такое в талмуде в трактате шаббат такое есть такое есть мнение что есть на самом деле не пятикнижие а семь книг торы и одна книга это всего лишь один отрывок из торы который есть в этой главе недельная и почему он так выделен он кстати в тексте торы в свитке торы он выделен двумя буквами нун такой нун в начале нун в конце большие как скобки он выделен отдельно этот отрывок очень важный я чуть позже скажу о нем значит дальше в этой главе после того как было рассказано что должны верить народ идти только по слову всевышнего когда стол поднимается они идут стоп опускается они останавливаются после этого идут они с троем идут они именно по коленам с флагами там у каждого свое место каждый точно знает свое место как в армии как в боевом порядке вот они после этого после этого был короткий отрывок с и тро очень важный когда мужа рабену говорит и тро своему тесту который принял иудаизм который присоединился к еврейскому народу был первый можно сказать кто присоединился к еврейскому народу после дарования торы машему говорит идем значит с нами в израиль он говорит нет я пойду приближать торе свою семью возвращаюсь в медиан буду приближать торе свою семью и ушел и вот значит ковчег двигается перед ними какой-то отрывок который как в талмуде говорится в оснаторе что это отдельная книга торы вае бенцо арон вае мармаше и было когда двигался ковчег говорил маше кума ашем встань ашем вайфутсу века и растет раз раз растянутся перед тобой твои враги войну суми санэйка и побегут все твои ненавистники перед тобой увы ну хо а когда останавливался столб говорил маше шу вашим возвратись бог ревовод алфей израиль к десяткам тысяч народа израиля все это как отдельная книга почему это отдельная книга в ней вот в этом одном отрывке очень интересная заложена такая такая мудрость что маша рабену говорил когда уже поднимался ковчег чтобы идти то есть вначале поднимался столб потом снимался ковчег с места и после этого маша говорил встань бог непонятно то есть если бы маша говорил вначале встань бог а потом вся эта история происходила а он как будто бы говорит встань бог после того как это произошло и здесь очень важный урок важнейший урок который вот если его принять осознать то можно подняться на уровень маша рабену значит в чем этот урок помните есть такой отрывок мишлей работ макшивот болев иш много замыслов в сердце человека в отца ташем замысел бога он сбудется это очень важный отрывок которые которые ну такой он принципиальный что у человека в голове множество мыслей замыслов желаний каких-то размышлений представлений будет так будет так хочу то хочу это надо так не надо так то чек с мыслями своими он может по сто раз день менять что угодно теперь но отца ташем то что замысел бога он исполнится это точно исполнится это бог же не человек человек может задумать но может не получиться а как может бог творец мироздания задумайте чтобы у него не получилось это нереально он же бог теперь так а как узнать замысел бога задают все вопрос замысел бога можно легко узнать прям легко знать это нам дает такой совет веленский гаон он говорит отца ташем и такум замысел бога он исполнится он говорит то что исполнится то и есть замысел бога то есть мы по тому что что является реальность уже воспринимая реальность мы понимаем что это и был замысел всевышнего то есть вперед замысел всевышнего мы знать не можем мы не всевышний то есть мы можем только предполагать десятки своих предположений. Но по реальности мы видим, что это и был замысел Всевышнего, что вот так оно произошло на базе всех факторов, которые только Всевышний может учитывать. Эти факторы могут уходить назад на десятки поколений. То есть, все это причинно-следственные связи, души приходят сюда, воплощения и так далее. Только Всевышний может учитывать все факторы и все параметры. Но Всевышний не ошибается. То есть, он, учитывая все факторы, все параметры, реальность такая. Точка. Теперь Машер Абейну он был пророк. Он был наиболее близок ко Всевышнему. У него не было своего эго. И когда поднимался столб, и когда Ковчег трогался в путь, Машер Абейну говорил, встань Ашем. То есть, он как бы вслед говорил. То есть, уже когда оно исполнилось, он говорил встань Ашем. То есть, он свою волю прикреплял к воле Всевышнего. Как говорится, сделай его волю, как свою, для того, чтобы он выполнил твою волю, как его. Так работает соединение со Всевышним. Когда ты во всем принимаешь Всевышнего, и изначально в его советах, в Торе, и в его решениях. То есть, ты во всем идешь в резонансе со Всевышним, то ты с ним соединяешься в одно целое. Тот, кто со Всевышним соединился в одно целое, называется праведник, цадик, тот, кто делает то, что сказал Всевышний. Он полностью со Всевышним. А цадик постановил, Бог выполнил. То есть, когда они уже идут в резонансе, то каждая мысль, каждое слово, каждое пожелание благословения цадика, праведника, оно становится, для Всевышнего тоже становится важным фактором, можно сказать, самым важным фактором, который влияет на следующее решение Всевышнего. То есть, тот, кто в резонансе со Всевышним идет, как Машир Абейн ушел в полном резонансе со Всевышним, когда такой человек, Всевышний с ним соединяется в этом мире. И когда цадик, праведник, потом говорит что-то, сообщает нам устная Тора, что цадик может отменить даже какое-то постановление Всевышнего. Например, какой-то человек должен был умереть, цадик его благословил, он остался жив. У кого-то не должно было быть детей, цадик благословил, у него есть дети. И так далее. То есть, в этом и сила праведника, то, что он во всем соединился со Всевышним. И здесь мы учим из этого отрывка, вот это вот качество Машир Абейну, что он был во всем со Всевышним. То есть, он, когда Всевышний дел, он это, он говорил, сделай. Уже после. То есть, это то, что мы, когда, например, не дай Бог, умирает кто-то, так как есть благословение, говорят, Барух благословен, Даян Аймет, благословен, судья истины. То есть, мы не говорим, зачем ты это сделал, как ты мог, Всевышний, там, мы с ним не сопротивляемся. Мы говорим, благословен, судья праведный, он все учитывал. Мы верим в то, что, то, что произошло, это лучший на сегодня вариант, который Всевышний, учитывая все варианты, он его, этот вариант, как раз и выбрал. Ну, и мы верим в то, что этот вариант приведет к каким-то хорошим последствиям. И такой способ жизни, он, конечно, позволяет человеку быть в полном мире внутреннем. У него нет никаких противоречий ни с реальностью, ни с людьми, ни с миром, ничем. Он в полном, в полном идет в таком резонансе. Урок сегодня у нас Лерифуаш Лема для полного выздоровления. Зусман Бен Ирина, Марина Бат-Валя, Зусман Бен-Валя, Эль Бен-София, Беток Шарх Али-Израэль, и все, кто нуждается в выздоровлении и служит этот урок, или если вы за кого-то молитесь, чтобы Всевышний услышал и принял ваши молитвы. Все, теперь дальше. Дальше недельная глава. Переходим к очень неприятным следующим отрывкам. Следующие отрывки, они, с одной стороны, очень неприятные, но, с другой стороны, они нам открывают полное понимание, что отдаляет человека от Бога. То есть, мы сейчас видим конкретно, как вообще, как, с чем нам внутри надо постоянно воевать. Самые опасные вещи мы видим здесь. Начинается одиннадцатый перек, как одиннадцатый отрывок главы Беолотка, начинается со слов «И, значит, и было». «Ваеи аам кэмит аненим рабы азны ашем». Они, метаненим, это те, которые оплативали сам себя. Они жаловались. Тут вдруг народ начинает плакать. То есть, у них тут вообще, у них передвижной храм, облако идет перед ними, ковчег, маном они питаются. Ну, слушайте, как можно здесь оплативать сами себя? Они начинают оплативать и говорить плохое, и было это злом в ушах Бога. Бог услышал это. «Ваея ашем». Бог услышал это. То есть, когда ты близок ко Всевышнему, Он слышит каждую твою мысль, каждое твое движение, оно ты закладываешь, как бы в то, что на Востоте называют кармой, ты закладываешь в свой вот этот вот файл, да, такое программное обеспечение, которое над тобой в духовном мире, ты туда закладываешь. И они, вот эти все жалобы, они начали жалобать, и услышал Бог. То есть, ты что? Если ты жалуешься, ты думаешь, что Бог не услышит? Он услышит. Как есть известная шутка, когда один ехал человек, там, в автобусе или где-то, и он говорит, «Ой, у меня жена ужасная, как меня достала эта работа, ненавижу эту работу, ненавижу все там, в общем, он все ненавидит, и он все». Ангел такой сверху сидит, записывает, говорит, «Я, говорит, все принимаю, все твои запросы я принимаю, только мне непонятно, зачем тебе это все надо, то, что ты сейчас говоришь». То есть, когда человек жалуется, он в этот момент, он как будто бы просит у Всевышнего, чтобы это ему дальше давалось. Это, ну, это так работает система, как компьютер, как GPT, там, бот это, да, ты говоришь что-то, а он воспринимает, и тебе дает, что ты жалуешься, на тебе. и тут Бог, значит, услышал их жалобы, и, написано, разгневался, и загорелся в нем огонь, и начал этот огонь уничтожать, значит, бекце, махане, край стана. То есть, люди начали, вдруг началась какая-то эпидемия, какой-то, начали они умирать. То есть, они жалуются. Кстати, интересно, что жалоба, это скрытый гнев. То есть, когда человек жалуется, есть открытый гнев. Он нападает на кого-то, а скрытый гнев, он жалуется на кого-то. А если он жалуется на реальность, то он жалуется на Всевышнего. Но это скрытый гнев. Это как бы, жалоба, это не удовольствие тем, на кого ты жалуешься, или то, на что ты жалуешься, да, но ты открыто это не можешь выразить, а ты это выражаешь в виде жалобы. Значит, начали они умирать. Войца Каамель Муше, и народ, значит, Значит, он возопил, начали кричать они, Муше, начал молиться Богу, и остановился этот огонь, который пожирать начал Стан Израиля, остановился огонь. И назвали это место Тиваэра, значит, это место назвали, значит, Тиваэра, это как там, где сгорали, там, где сгорали, потому что там, там пылал огонь Всевышнего. И, значит, вааасавсуф, ашербы тербо, слово аасавсуф это сброд, тех, кого собрали, которые были внутри народа, значит, всегда есть разные-разные категории людей. Есть категории людей, которые очень духовные, там, они, их волнует только духовность, есть люди, которых волнует власть, есть которых волнует почет, есть которых волнует только личное удовольствие и кайф, личный кайф. И вот этот сброд, такие люди называются сброд, которые, знаете, кайфовщики, там, алкоголики, наркоманы, там, и всякие такие, которые были внутри народа, они, написано Итаву Тава, они, значит, начали они вожделеть. Значит, вожделение, есть сперте вот такая мишна, что кино, зависть, вожделение и стремление к почету человека сживают с этого мира. И люди, которые, которые ведомы своими-то, вот, вожделениями, зависимостями, какими-то, итмокрут, есть такое слово в баеврите, когда человек к чему-то, вот, там, я не могу без, там, кофе, например, я не могу без, не выпить, я не могу не покурить, я не могу, я хочу, вот я так хочу, что прям умру сейчас, если не сделаю. Это называется зависимостью от вожделения. И вот они начали, они, которые были, вот эти вот, Ит Асавсуф, этот сброд, которые были внутри народа, они начали предаваться своим вожделениям. И начали они плакать, а за ними начали плакать и сыны Израиля. И начали они плакать на тему, Мия, Хелену, Басар, кто накормит нас мясом, кричать начали они. Кто накормит нас мясом? Вот у них проблема такая была, у них ман, у них дальше Тора говорит. Значит, а, и дальше они текст, текст знакомый, потому что я этот текст слышал много раз от уехавших из Советского Союза, особенно, когда я был в Америке. И в Америке вот есть целые, они прям такая, Брайтон Бич, это как Советский Союз 90-х. Захар, ну помним мы, значит, помним мы рыбку, которую мы ели тогда. Есть в Москве такой ресторан «Доктор Жвага», там играет советская музыка и все-все вот это советское на советских газетах, селедки там, все вот именно меню советское такое, да, именно советское. И они, вот эти, которые вышли из Египта, они плакали и говорили, мы еще помним рыбу, которую бывало ели в Египте, даром, это те, которые водка по там 350-365, даром мы эту, огурцы, дыни, порей, лук и чеснок. Ну это то, что было в то время как бы египетской едой, вот они вот за всем этим скучали. А теперь наша душа иссохла без всего этого, душа иссохла без всего этого. Значит, вата, навшену, еваша, теперь вот мы прям не можем, мы без этого кефира порублю, да. Значит, перед нет у нас ничего, кроме мана. И Тора нам дает сразу напоминание. А ман был похож на семя кориандра и блестел, как поверхность хрусталя. Люди собирали этот ман, мололи его на жерновах, толкли в ступках, варили в горшке или делали из него лепешки. И был его вкус подобен вкусу лепешки на масле. А когда ночью на стан выпадала роса, он ложился на нее. В общем, они плакали просто так. Это как вот люди жалуются, они жалуются просто так. И когда ты его спросишь, что ты жалуешься? А что ты сделал для того, чтобы тебе стало лучше? Они говорят, нет, я ничего не сделал и делать ничего не буду. Я буду жаловаться. Потому что жаловаться это проще всего. И вот они жаловались. И Маше Рабейну в этот момент, значит, он начал переживать. Маше слышал, что люди плачут среди своих семей, каждый у входа в свой шатер. И гнев Бога сильно разгорелся. И было это зло в глазах Маше. И Маше сказал Богу, за что ты, значит, Маше ему говорит. Вемер Маше ляшем. Лама эрейса лябдеха. Зачем ты делаешь зло своему рабу, говорит Маше. Вела лама лома цати хэн бейнеха. Почему не нашел о милости в твоих глазах? Зачем ты на меня положил ношу вот этого народа всего? Маше Рабейну ему говорит, я не хотел идти в Едипет. Я тебе сразу говорил, я не подхожу. Маше Рабейну взял это как, он взял на себя ответственность. И он говорит, это моя ответственность, что я не смог им объяснить все. Я не смог им показать, я плохой лидер. И он говорит, это я все сделал. Он говорит, ну зачем, я же тебя предупреждал. Маше Рабейну возле этого горящего куста, он семь дней говорил, я не пойду, я не пойду, я не хочу, я не подхожу. Арон лучше, чем я. То есть он был очень скромный, и он не гнался за почетом. И он ему Богу это напоминает, говорит, ты, то есть я не справился, говорит Маше Рабейну. А нахи, он говорит, что я родил этот народ? Что я его родил, что ли? Я его, ну я его как бы носил себе, я его родил. Что, значит, ты говоришь, что я должен их нести, как орел несет своих птенцов. Значит, что я должен их завести в землю, которую ты поклялся их отцам. Маше Рабейну говорит, я не справился, но ты видишь, что нет у меня сил. Откуда у меня мясо, говорит Маше Рабейну, дать этому народу? Они плачут на меня, говорят, дай нам мясо, мы будем кушать. То есть ты меня поставил лидером, но я не могу быть лидером, я не могу выполнить их просьбы. Значит, быть лидером самое тяжелое. И Маше говорит, лоу халя нахили вадиля сетет коля амазе. Не могу я один нести весь этот народ на себе. Ти кавэт мэне, он тяжелее, эта ноша тяжелее, чем я могу поднять. Ваим каха ата сели. Аргенина, И Маше Рабейну говорит, если ты так меня поставил в ситуацию, в которой я не справился, убей лучше меня, говорит Маше Рабейну Богу. Значит, им мацати хэн бэйнех. Если нашел о милостях в глазах. И не, чтобы не увидеть мне, как я не справился. Чтобы не видеть мне, как я не справился. И сказал Бог Маше, значит, собери 70 человек, старейшин Израиля, которые, старейшины это были, ну, самые такие опытные люди, которые были, управляли, имели большой авторитет. И Маше Рабейну, значит, сказал он ему, собери старейшин этих. Уже у нас 27 минут прошло. Значит, я сейчас тогда коротко прошу. Маше Рабейну собирает этих старейшин. Но здесь я этот урок получил от Рава Зильбера. Очень практический урок нам здесь дает Тора. Самые высокие вещи, но какая гениальная практика. Бог сказал Маше Рабейну собрать 70 старейшин. Было 12 колен. Как из 12 колен выбрать 70 человек, чтобы никто не обиделся? Как? То есть, если Маше Рабейну выбирает сам, это сразу пойдут разговоры, что он опять не справился. Значит, он говорит, давайте каждое колено по 6 старейшин. 12 на 6, 72. Дальше написали имена всех старейшин. Значит, на 70 бумажках написали, что ты будешь старейшина, и Божественный Дух на тебя перейдет. Бог от Маше Рабейну хотел на этих 70 старейшин дать пророчество. А двое пустые бумажки. Все, значит, вы не старейшины. Вы не входите в эти 70. Вытащили. Значит, два человека вытаскивают пустые бумажки. Ильдат и Мадат их звали. Дальше есть их имена. Значит, 70... Ну, жеребий. Значит, Рав Зильбер тогда, когда эту главу объяснял, он сказал, что все спорные вопросы вот такого плана лучше решать с жеребием. Я с тех пор жеребием очень, значит... Ну, вот во всех, когда надо выбрать победителя, когда надо выбрать что-то. Жеребий, чтобы не было... Это не я, чтобы не было на меня обид. Чтобы все видели, все честно и тянет. Я когда-то разыгрывали мы на мегатренинге приз машина. Два года подряд кто-то выигрывал машину. И мы прям реально разыгрывали два раза. Оба раза люди не верили, что как? Просто человек из зала выиграл машину? Да, выиграли. То именно по жеребию. Теперь значит, что... Теперь... Но пророчество пошло на всех 72. Всевышний тоже не хотел отдельно, чтобы эти двое обиделись. И они начали пророчествовать. И они начали пророчествовать, что Машар-Рабейну не зайдет в землю Израиля. Иошуа-Бенун, ученик Машар-Рабейну, он прибежал к Маше и говорит, как? Они твой авторитет нарушают. Машар-Рабейну говорит, я не гонюсь за почетом. Пускай весь народ Израиля будут пророками, я только буду рай. Мне не нужен ни личный почет, ничего. Мне нужно, чтобы воля Всевышнего выполнялась. Это то, что называется, что Машар-Рабейну Эвет-Ашем. У него не было личных интересов. Он только хотел одного, чтобы воля Всевышнего исполнялась. Теперь следующая концовка недельной главы. Следующий эпизод. Это последний в этой главе. Значит, прямо Машар-Рабейну ему говорит, что ты ревнуешь за меня. То есть ты, как кина, это кина. Зависть, вожделение и стремление к почету человека вытаскивают из этого мира. То есть уничтожают его. И мы здесь видим, что помешало еврейскому народу зайти сразу в землю Израиля. Таава, значит, они вожделили мясо. Кина, зависть, это вот этот момент. Ильдат, Мадат. То есть это естественное человеческое чувство. И стремление к почету. Мы видим, что у Машар-Рабейну не было стремления к почету. Но концовка главы какая? Мириам и Аарон, самые святые люди, которые только можно представить. Родной брат Машар-Рабейну и родная сестра Машар-Рабейну разговаривают между собой о Машар-Рабейну. И они, значит, когда обсуждали, что он женат на Цепоре, но он перестал с ней жить как муж и жена. Потому что он все время был на контакте со Всевышним, и это невозможно. И Мириам говорит Аарону с хорошими побуждениями. Говорит, что это Машар-Рабейну ушел от жены. Ведь что, разве только с Машей говорит Бог? Разве он не говорит так же с нами? Мы тоже пророки, но мы же так не поступаем. То есть это было какое-то такое против Маши высказывание. И тут раздается голос. И внезапно Бог говорит Машей, Арон и Мириам. Выйдите все трое к шатру собрания. Вышли они, и Бог говорит, что Машей, Рабейну не такой пророк, как остальные пророки. Я с ним разговариваю на совершенно другом уровне. И поэтому, значит, вы не можете... И он самый скромный из людей. Вы не можете против него плохо говорить. И когда Бог закончил разговор, то Мириам, родная сестра Муше, была покрыта проказой. И тогда Арон просит у Маши помолить за нее. Маша Рабейну молится за нее. И отсюда мы учим молитву за больных. Текст молитвы, который Маша Рабейну молился за Мириам. Это текст, которым лучше всего молиться за всех больных. Если у вас есть кто-то, то нужно молиться так. Эль-на он сказал. Бог, пожалуйста, Рефан Алла, пожалуйста, вылечи, пожалуйста, ее. И когда он сказал так. Эль-на Рефан Алла, Бог сказал, хорошо, значит, как все прокаженные, которые говорят лошонара, злоязычие. Семь дней она будет вне стана. То есть нужно, чтобы она сама поняла и осознала, что нельзя говорить негативные вещи. Даже с хорошими побуждениями. Даже если эти вещи правда, их нельзя говорить. И, значит, потом Мириам выздоровела. То есть мы видим отсюда, что три вещи, которые реально, от них надо бежать, как от огня. Первая вещь это вожделение. То есть те желания, которые человеком властвуют над ним. Любые привязанности, любые вожделения. Первая вещь это то, что мешает человеку соединиться со Всевышним. Второе, то, что мешает стремление к почету. Это то, что я самый крутой, я самый главный, я лучше всех. Я, значит, недооцененная личность. Это то, что вызывает у человека конфликты с окружающими, гнев, раздражение, упадок силы, депрессии. Вот это вот я суперважный. Это то, что на самом деле является для человека самым ужасным-ужасным препятствием. Третье, лошонара, злоязычие. Когда мы говорим плохо о людях, о будущем, о прошлом, жалобы, обвинения и так далее. Это третья страшная вещь, которая человека лишает всего хорошего, что есть в жизни. Все, чтобы Всевышний нас спас от всех этих трех страшных врагов. Зависть, вожделение и стремление к почету. И, значит, чтобы мы все зашли в землю Израиля, в вечную жизнь, соединились со Всевышним и жили хорошо, радостно и весело. Всем шаббат шалом. Шаббат шалом, чтобы был хороший, мирный, радостный, веселый шаббат. Чтобы злодеи поняли, что радоваться лучше, чем горевать. И чтобы они перестали вот эти все негативщики. Или перестали свой негатив, или чтобы они исчезли. Потому что они вот только и занимаются, что уничтожают друг друга. Чтобы Всевышний помог всем добрым, хорошим людям делать больше добра, больше света, больше радости, больше мира. А злодеи, чтобы они все или исправились, или исчезли. Все, шаббат шалом. До завтра. Максим, молодец. Напишите свои выводы из урока, свои инсайты, свои выводы. И после того, как вы напишите свои инсайты, свои выводы, поделитесь ими с друзьями, друг с другом, поделитесь уроком. То есть надо распространять божественный свет. Как зло, оно быстро распространяется. Также надо сильно распространять добро. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...